В последнее время инвазивная хирургия шагнула далеко вперед. Врачи выполняют операции при помощи эндоскопа – небольшого прибора с камерой, где изображение выводится на монитор. Обычно они проводятся без разреза, через естественные отверстия в теле. В данном случае у пациента опухоль гипофиза. Это операция у пациента с так называемой опухоль гипофиза, аденомой гипофиза. Опухоль достаточно большая, имеется проселярное распространение, то есть вверх сдавливает зрительные нервы и вызывает зрительные нарушения у этого пациента. Пациенту 53 года. Несколько лет назад он обратился к окулисту. У него ухудшалось зрение. На одном из приемов врач заметил неладное. У мужчины обнаружили доброкачественную опухоль. Профессионалы своего дела заявили, что операция сложной не считается. Однако для простого обывателя все совсем наоборот. Хирурги сравнили операцию при помощи эндоскопа с ездой на автомобиле задним ходом, где ориентироваться приходится только по зеркалам. Под контролем эндоскопа заходим через носовую полость к основанию черепа, делаем небольшую трепанацию, выходим на непосредственно опухоль и производится ее удаление. Длится операция несколько часов. Реабилитационный период у больного исчисляется не днями, а месяцами. Гипофизу требуется время на восстановление. Однако положительная тенденция будет заметна уже в первые дни. В областной клинической больнице подобной операции еще не проводилась. Врачи рассказали, что еще несколько лет назад такое хирургическое вмешательство проходило совсем иначе. Данную операцию в этом случае пришлось бы делать через большой разрез на волосистой части головы, выполнять костно-пластическую трепану, то есть делать дефект в черепе, делать тракцию мозга, которая также может привести к определенной травматизации. На пути при доступе к объемному образованию пришлось бы обходить нервные структуры и основные сосудистые образования головного мозга. Данная операция проходит в рамках мастер-класса московских хирургов. Как заявили врачи, ее успех больше 90 процентов. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».